Данный ролик не несёт в себе какой-либо смысловой нагрузки, в нём нет морали, новых знаний и логики, поэтому я не рекомендую его смотреть никому. Я дома, пора снова зарабатывать бабос. Нет, не надо, я только начал любить жизнь. Вы и так всё понимаете, так что давайте без лишних слов, с вами снова я, ехидно жизнерадостный Белеберджьяно. И сегодня мы с вами снова дырнём в мир качественных сталкеровских модов, чтобы испытать тролизоновский экспириенс, а именно боль, нищету, унижение и домогательство со стороны свободовцев. Ммм, новичок, хочешь закинуть болт в мою аномалию? Заметьте, не я это предложил. Кстати, об аномалиях, мод, с которым я сегодня познакомлюсь, называется сталкер. Аномалия. Очень много крепостных, что смотрят меня, советовали отведать его, так как, по их словам, мод очень и очень годный. Так что сейчас я сумею насладиться им, так же как наслаждаюсь RAID Shadow Legends. RAID это очень мощная бесплатная коллекционная берендейка, в коей ты можешь собирать коллекцию из 500 разнообразных чемпионов, прокачивать их, увешивать артефактами и вести в бой. Всё это очень напоминает моё детство, когда я игрался с собранными мной солдатиками. Ах, ностальгия. Плюс эта игра доступна и на мобилках, и на ПК. Ну-ка давайте вскроем замечательные осколочки и посмотрим, какие работяги пополнят мою коллекцию. Вау, эти ребята очень даже подойдут, чтобы я скормил их своим нынешним чемпионом, дабы повысить их спу. А чё хотели-то? Это же Deep Dark Fantasy. И кстати, буквально недавно создатели RAID'а выпустили огромное обновление. Они перестроили и перебалансировали более 20 разных чемпионов, чтобы PvP-битвы были более честными и соревновательными. Плюс открылась кузница, чтобы ты мог уже прямо сейчас создавать элитные артефакты. Ну и чё сидим? Прямо сейчас переходи сугубо по моим ссылкам под роликом, качай RAID и как новый игрок получи 3 древних осколка, запас энергии, 100 тысяч серебряных монет, а также крутого чемпиона-законницу в качестве бонуса. И поторопись, бонус будет доступен только следующие 30 дней. Слово за слово, а на зоне приколы. Сталкер Аномалия по сути мод фри-туплейный, то есть создаём металагу и кайфуем, присмыкаясь на территории зоны, побираясь и питаясь дешёвым радиоактивным говном. Как вы можете понять, такая жизнь мечта любого адекватного фаната этой вселенной. В данном ролике я создам персонажа по имени Борис по кличке Шруб. Я специально придумал ему предысторию, чтобы было куда легче вжиться в роль. Борис по жизни аскет-приколист. Однажды он пошёл в логово бюро и ради угара насрал там. Правда, внезапно пришёл хозяин хаты и озлобился на такого ехитного приколиста. Он с помощью своего дара телепатии подобрал котях Боряна и винтил ему обратно в жопу. Так наш сталкер получил кликуху Шруб. Мне настолько стыдно, что моё лицо не фотографируется. Сложность выбираю максимальную, подбираю нещуганский начальный инвентарь и начинаю игру. И вот в очередной из своих типичных дней Шруб проснулся в деревне новичков. Этот сталкер морально затрахан от жизни бомжатской, окружающего обшарпанные стены, навевает тёплые ванильные мысли о суициде. Правда, её мысли мгновенно обретают ауру позитива, стоит только выйти наружу. Ах, это прекрасная колхозная атмосфера. Шурупы тут нравятся, так же по-колхозному, как и в моей родной Уфе. Если вдруг у вас на секунду появились мысли, что я рофлю или издеваюсь над игрой, то вы совсем не понимаете сути. Я максимально балдею конкретно в данный момент. Увы, но на получение подобного кайфа способны только те, кто от жизни имеет судьбу обречённой пустышки без надежды на счастье. Или же просто родились на территории СНГ. Вы только посмотрите на эту понурую от счастья Харио. Сона вынудила меня продать Сидору почку. Правда, вместо денег он заплатил мне диском с пародийным треком на песню Оинго Буинго «I love little girls». Я убил Вову Виста и трахнул очень вкусный торт. В этом замечательном моде, конечно, есть главная сюжетка, но пока что мы обойдёмся без неё. Давайте возьмём парочку заданий, чуточку поживём сталкерской жизнью и просто опробуем несколько часиков на вкус и цвет. Мно-но часики, вкус и цвет. В эту минуту под мою опеку доверили двоих новичков, что желают отправиться в свой первый рейд. Учитесь, Саланика! Завтра это будет болеть. О, тут должно быть криминальные разбойники, ведущие аморальный и немного анимешный образ жизни с ежедневным просмотром «Гоблин Кейв». Ай! Не пыляй! Я круассанч! Вот так в этом мире легко лишить человека жизни. Мы могучие, всесильные, но против чего мы бес... Шурупу, бобо! Ходить с парой сопляков не то чтобы весело, скорее выгодно, ведь они помогают изничтожить ближайшую живность, но я бы не советовал привыкать бегать с кем-то. В этом мире вы одни. Особенно если вы чел, которому бюрер говно в жопу вкрутил. Зато в этих местах я наконец-то нашел свой самый первый артефакт. Аномальный хлеб. Братишка, братишка, я тебе принес сомнительную даже по моим говноедским меркам трапезу. Все эти действия были поводом для моих иудейских хихишек, а теперь реальная сторица. Шуруп по натуре парохольщик и сбор хлама его единственный заработок. Можно даже сказать, он бомж из зоны отчуждения. Вот допустим, пред нами типичный такой зомби с разумом сельского алкаша. С видом просто пустая трата патронов, но это не так. Ведь все они в прошлом жители Советского Союза, а значит из них хирургическим путем можно добыть весьма важный орган. Советские монеты. Ох уж эти рудиментарные отростки постсоветской суеты. Смотрите, собачка затупила. На чебуреки пойдет. Конечно же, охота на мутантов заработок не основной. Основным являются убийства и лут людей разных, что изначально негативно к нам настроены. Да, хоть мы и ласковый добрый котенок, но и по нашу душу бывают озлобленные на жизнь и маленькие пенис-хейтеры. Таких негодяев мы лишаем жизненной энергии путем введения пулевых изделий прямиком в приемник хрючева, а затем раздеваем догола. Благо в этом моде реализован достаточно приятный моментик. Со всех противников мы помимо оружия можем снять и броню. Сниму броньку прямо с трусами. Это, конечно, очень радует, но даже и у такого приятного явления в данной игре есть один колючий минус. Все это весит немало, а после хотя бы одной небольшой стычки вещей может накопиться столько, что хоть прям на месте точку секонд-хенда открывай. И при этом при всем, когда вы доползете со всем этим браклом до торговца, вам ехидно скажут, что у всего товара состояние плохое. Мне такое не надо. Ты бы еще вещей с Алика притащил. Конечно, это звучит весьма реалистично, я даже ничего против не скажу. Потому что это вполне нормально. Когда у многих жителей зонное бундирование весьма потрепанное, как из жопы, или же просто паленая китайщина с рынка. И, возможно, даже снятая с кого-то до этого. Вы цены-то хоть видели? Именно поэтому каждый уважающий себя собиратель сталкерского мусора обязан носить с собой мультитул. Мультитул. Мультитул – это замечательнейший инструмент, способный что угодно разобрать на запчасти, который потом с радостью купит любой технический анонист. И при этом неважно, в каком они будут качестве, техник купит у вас любую деталь, даже если она будет уже ржавая, куплена в экспрессе или просто создана по порожным лайфхакам с ютуба. С мультитулом любое тяжелое и трухлявое снаряжение превращается в легкие, но стоящие бабос детальки. Плюс этот инструмент занимает минимальное место в вашем рюкзаке. Можно даже носить в заднем кармане, как брелок на ключах, или пирсинг на мошонке. Мультитул. Я бы кинул ссылки под ролик, но на территории зоны и над работой только у сидоров, ученых и контролеров, которые все еще катают в дотку на горене. Именно так мы потихоньку и живем. Это, конечно, немного, да и не сказать, что ошибка прибыльна. Настоящие крипаши рискуют глубоко в зоне, гоняются за артефактами, выполняют какую-то другую работу, или же просто занимаются проституцией. Правда, последнее больше касается ренегатов. Саки-саки, долго-долго. На зоне безопасных заданий не бывает, а также тут не работает принцип, чем опаснее делать, тем больше бабло. Тебе спокойно за труд трехдневный могут заплатить сотенчик, или писикунчик за щеку, и хрен ты что сделаешь? Тут уж как повезет. Хотя пока что мне относительно везло. Допустим, я рискнул поработать надолго, который искренне верит, что все свободовцы выглядят так. Смотрите, я свободовец, я курю гаш, пью водку, а вот так выглядит наш флаг. Хи-хи-хи. Меня отправили ночью на кладбище техники, потому что именно ночью кто-то в этих местах жрет людей. Ох, хоть бы это были тушканы. Хоть бы это были тушканы. Ага, размечтался. На следующий день я отправился чуть ли не в трусах в логово бандитов, так как сразу несколько уважаемых ленивых дегенератов попросили меня по-братски кокнуть каких-то ребят. Конечно же, все это свелось к банальному геноциду бандитского народа с элементами выживания и страданий. Очень даже по-сталкерски. Я шуруп. Жизнь не имеет ценности, ведь все люди говно. А вот запчасти бесценны, запчасти умеют слушать, запчасти понимают. Понимаю. Классно не иметь кучи патронов, и после каждого выстава переключаться на другой вид патрона. Да? Зато я потом в сласть обшкрябал всех бандитов и с помощью мультитула сгенеровал детали на отдельное транспортное средство марки Лада Калина. Ух, уверен, что на этом я заработаю много бабло... Видели здешние цены на лекарства? Здоровье само по себе не восстановится, и мне буквально приходится жрать таблетки, чтобы не сдохнуть. Вы только посмотрите, в каком ущербном, даже, скорее, в предсмертном состоянии я порой добираюсь до того же Сидора. Бытие на харде дает о себе знать. Конечно же, порой удается заработать много денег, но все эти туглики уходят на покупку лекарств с едой и питьем. Причем всего я беру с запасом, дабы потом в просак не попасть. И этого все равно не хватает. Прямо как в жизни! Все это очень мучительно. Игра вынуждает страдать и дарит просто нереальнейший кайф. Как я обожаю игры, где меня буквально мешают с говном и вынуждают цепляться за жизнь бледными пальцами. Это не сарказм и не ирония. Я говорю правду. И самое удивительное, все эти игры были созданы на территории СНГ, и именно у нас подобные вещи прям обожают. Наводят на некоторые мысли. Особенно я обожаю после очередной нашей смерти наблюдать, как абсолютно тупые напарники-новички... Впрочем, тут и без слов понятно. Вместо сталкеров мои руки дали каких-то ученых. Хотя стоит быть честным, эпичных перестрелок с подобными истудами тут хватает. Люблю сидеть во время выброса на подоконнике, курить черный петр и думать, а сколько контента будет вырезано из сталкера 2? Я вырезал, но жду какать и собирать говюхи. При достаточно хороших отношениях с какой-либо фракцией вы, кстати, могли бы продавать калторговцам. Ты бы еще... не понял. Блин, в этом моде столько всего всякого. Куча таблеток, палаток, спальных мешков, возможность крафтить и прочее-прочее. Все это воспринимается буквально как отдельная игра, и за этим только могу лишний раз уважить создателей такого контента. Черт, меня тут военные зажали, поэтому я буквально вынужден ползать раком под мостом. Благо я ловка, ЧП. Бывает, порой помрешь из-за очередной врезавшейся в тебя туши на сфер световой скорости, а тут бац, и новая картинка для рабочего стола. И это был сказ про прохольщика Шрупа. Никакой трагической концовки и никакого смысла. Он просто самый безликий работяга без какой-либо изюминки. Таких ребят тут много, и это вполне нормально. Вполне возможно, он умрет сегодня или завтра, а возможно, станет очередным зомби. Время покажет. В любом случае, я пока что доволен данным модом, и при этом, что поиграл несколько часов, и он еще полностью не изучен. Возможно, я ради интереса попробую создать альтернативного персонажа за другую фракцию, или же попробую новый мод, или же попробую другой из тех, что я уже пробовал. Просто охота найти себе ту самую игру, в которую можно засесть надолго, и возможно, даже оформить вам серию роликов. Либо же забью болт и буду играть в Crusader Kings 3. А с вами был я, ваш верный, и вовсю отдыхающий бэбэпс, не вращаемся.